Всем привет, мои хорошие! С вами Айк Емили. И сегодня я снимаю для вас мукбанг. У нас будет такой тортик творожный. Ссылочки будет рецепт. На Айкуке обязательно смотрите, потому что готовится он супер легко, но он полезный, красивый, вкусный. Особенно мне, знаете, что нравится? Вот эта вот штука сзади, как бы вам показать. Сейчас, ой, сейчас. Вот этот орнамент. Как же классно! Здесь, значит, у нас клубничка. Мы берем вилочку и приступаем. Что касается моих губ. Еще есть, конечно же, отек. Вот, сегодня третий день. Вот, я немножко тороплюсь, если честно, снимать видео. Но я решила, почему бы нет. Если я выпустила видео, где я рассказываю про свои губы, вы уже видели их в самом отечном состоянии. Как это вкусно, ребята! Это просто вау! Просто настолько легко это готовится! Очень просто! Посмотрите рецепт, вы будете в восторге! Не очень удобно с губами, нельзя пить горячее, поэтому я чай взяла такой, знаете, полухолодный. И давайте поотвечаю на вопросы, которые вы мне задали в инстаграме. Кстати, что я хотела вам сказать. Я вот сегодня хочу снимать влог. Я думаю, стоит ли показывать покупки, которые, например, я уже показала в инстаграме. Во влоге. Просто я что-то не купила, например, показываю в своем инстаграме. Почем, где, что, чтобы вы сразу могли пойти и купить это. В Родриго там были тапочки такие, очень классные. Всего за 7 монат. Это что-то в районе 300 рублей. И девочкам, которые из Баку, то есть им лучше сразу это увидеть, и они пойдут и купят себе, пока эти скидки, например, не закончились. А я влог сниму, пока я его смонтирую. Пока туда-сюда. Может, и размеры закончатся. Вот. Так что пишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли показывать во влогах то, что я показываю, например, в инстаграме. Например, эти серьги. Я кайфую от них. Мне настолько нравится. Какой вкусный тортик. Эти кусочки фрукта внутри придают особый такой, знаете, шарм. Господи. Следующий вопрос. Делаешь ли ты себе педикюр? Хотя у меня все для педикюра есть, для маникюра и педикюра все есть. Просто у меня не так много времени, и я, к сожалению, не успеваю. Но вот сегодня как раз-таки я буду делать себе педикюр. Может быть, буду снимать даже для вас. Не прям процесс. Просто до и после. Обалденно вкусно. Я просто поставила 4 кусочка, и мама такая мне говорит, а ты съешь 4. Я такая говорю, не переживай, я схомячу. Расскажи немного о своей работе. Нам очень интересно. Я даже не знаю, что именно вам интересно. Я работаю в инженерной строительной компании. Строительной инженерной компании. Это не совсем женская профессия, но мне нравится. Вы знаете, с мужчинами работать гораздо легче, чем с женщинами. Не хочу обидеть женщин, хотя я всегда склонна поддерживать женский пол. То есть даже если девушка не права в каком-то конфликте, я всегда поддерживаю девушку, потому что она девушка. Ну, к сожалению, многим девушкам не хватает вот этого вот. То есть у них сразу появляется какая-то зависть. И еще я стараюсь не заводить прям близкую какую-то дружбу на работе. Потому что дружба-дружба, а служба-служба, понимаете? Например, человек допустил какую-то очень большую ошибку, и компания страдает из-за этого. Ты, получается, не можешь это сказать. Но потом так получается, что это влияет и на твою зарплату. Поэтому все это отношения на работе, не знаю, дружба на работе. Я хорошо общаюсь со всеми, но прям так близко дружить я ни с кем не дружу. Коллектив наш мне очень нравится. Вот. Некоторые из моих коллег меня смотрят. Ну, я, если честно, не прям офисный работник. Я работаю и на дому, и очень часто работаю на дому. Поэтому, может быть, поэтому как раз-таки у меня и нету подруг на работе. Прям близких. Еще такой момент. Например, ты работаешь, и у вас большой коллектив. И весь коллектив, он молодой. И каждое лето, например, 4-5 свадеб. Огромный коллектив. И почему-то все они зовут всех. Тебе нужно пойти на эту свадьбу и подарить как минимум тысяч пять. А если это какой-то дорогой ресторан, то может быть и десять тысяч. Ну, условно, да? Вот. А ты-то понимаешь, что на свою свадьбу ты этого человека не позовешь. Во-первых, потому что вы не близкие. И вообще я не люблю прям, не знаю, когда на свадьбе очень много людей. Сто-сто пятьдесят человек, я считаю, что это нормально. Собирать там пятьсот. Вот зачем? Я думаю, сто человек. На сто маловато, сто пятьдесят. Это я имею в виду с обеих сторон. Вот. Ты идешь на свадьбу своего, например, колейки. Даришь ему на свадьбу пять тысяч. И за лето, например, четыре-пять свадеб. Получается, зарплата одного месяца просто ушла на свадьбы. Вот. А не пойти ты не можешь, потому что, ну, ты вместе вы работаете, он тебя приглашает, он тебе дает приглашение. Ты даже не знаешь, как выкрутиться, что сказать. Поэтому, дабы не ставить людей в плохое положение, я приглашу минимум людей. Это, знаете, на что было похоже? У нас была девочка в универе. Она такая, знаете, добрая душа. Там одна девочка родила, сделала какое-то такое, ну, мероприятие. Она пошла, там, пять тысяч ей подарила. у кого-то там обручение. И на обручение пошла, и на свадьбу пошла. Вот. То есть, кто звал, вот туда она ходила, бедная. Даже кто не звал, она с ними хорошо общалась, и так получалось, что человек ее все-таки звал на свадьбу. И как вы думаете, закончили мы универ? Прошло, наверное, вот недавно прям у нее была свадьба. И получается, что даже никто и не пошел на свадьбу. То есть, никого из тех людей, кому она ходила, их просто не было. Кто-то уехал за границу, сейчас живет за границей, не знаю, в магистратуре учится. У нас здесь очень, так знаете, прям модно. Закончил универ, магистратуру где-то надо в Европе учиться. С кем-то, например, связь уже потерялась. Например, на первом курсе она ходила на чью-то свадьбу. А сейчас она не общается с этим человеком. Раньше был один коллектив, все учились вместе, было общение, а сейчас просто этого нет. Поэтому тут такой вопрос. Мне кажется, просто не нужно делать свадьбы такие пышные, на мой взгляд. Просто у нас здесь все делают такие пышные свадьбы, там по 500 гостей и все такое. и зачем. Я не знаю, опять же, может быть, я сейчас так говорю. Завтра у меня тоже будет супер пышная свадьба, но просто, понимаете, не все зависит от меня. Например, если мой жених скажет, что нет, я хочу пышную. У нас много родственников. Или, например, мы не сойдемся, например, с папой или мамой. Например, папа скажет, нет, я должен пригласить своего друга, я должен пригласить того одноклассника, не знаю, этого, того. Тогда уж придется, но так по своей воле я бы не стала, честно. например, из своих одноклассников, вот в Баку, я бы, наверное, никого не позвала из универа, ну, Шейли. Не потому, что я их ненавижу, а просто потому, что, ну, каждого своя жизнь, зачем дергать людей? Даже если я ходила к ним на свадьбу. вы, наверное, слышите этот звук, да, пилы? Как только я сажусь, это начинается просто. Наверное, мне надо ночью снимать мукпанки в идеальной тишине. мукпанки в тишине. Мукпанки в тишине. Мукпанки в тишине. килограмма. Осталось еще три. В общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем желаю удачного дня. Всем пока.